Всем Мясо! С вами Павел Мясник. Продолжаем проходить санитарий под земель. Сейчас у нас задание посетить наши объекты. Для начала, я думаю, стоит принести все-таки этому сирене ботинки, раз я ботинки в предыдущей серии нашел. Соответственно, этим мы тоже займемся. Ничего ценного мы, конечно, не получим, но тем не менее, задание мы выполним. Опыт. Опыт – это самое ценное, что есть в таких вот играх. Люди, как по-прежнему, как и всегда, в принципе, занимаются одним и тем же, подметают, убираются, курят. В общем, живут полной жизнью. Так. Тебя, блин, только за смертью посылать. Боты притаранил. А, ни хрена себе. Уговорил красноречивый, держи боты. И на ночь в полу в бараке не забывай гвоздями прибивать. Для них, кстати, хавчик, который обещал. Да, хлеб. Ни хрена себе. Такс, 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 такс. Где-то у нас есть еще задание. Это угольный карцер. Тут было еще задание у нас, по-моему, здесь с бандитом поговорить, если не ошибаюсь. Ну, давайте, я думаю, начнем, все-таки, отсюда, посередине. О, я уже думал, какая-то кассена будет. Здесь мы не были, поэтому можно немножко пошарить по карманам. Да, и надо было, конечно, пока я находился рядом, сбыть все ненужное парохло, потому что у меня сейчас заполнится инвентарь. Так как бы у меня хоть какой-то плюс в деньгах был, но, к сожалению, я этого не сделал, но, думаю, в ближайшем будущем исправим. Так, 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 так. Мы теперь внутренний охранник, поэтому проблем у меня быть ни с кем и ни с чем не должно. Точнее, я внешний охранник, не внутренний. Так, 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 сколько я денег получу? Мне просто вот интересно. Не мешайте пройти. Как тут любят кричать «дорогу», так вот и я кричу «дорогу» мне. Да, видите, как они сразу ко мне стали относиться, когда я уже приоделся. А все почему? 23 опыта. Потому что у меня новая одежда и как бы отношения повышены, да, и люди понимают, что теперь со мной шутки плохи. Прокачаю, я думаю, ловкость рук пока что до 140. Подниму торговлю. Так, 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 так. Торговля поднята. Хорошо. Ну, немножко, я думаю, стоит рукопаш. Хотя, пока ладно, пусть рукопашный бой стоит на месте. Сделаем вот так. Так, это относится к заданию помочь рабочему сцене. И сейчас я ему помогу. Как смогу. Так, 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 так. Здесь сделали. Стопэ, стопэ, братан. Так, в принципе, тут эти копейки собирать. Ну, конечно, копейка рубль бережет, но... То есть сюда сейчас шаст отнесает. Не пойми чего. Как-то так. Теперь сюда. Пока он не закончил свое ремесло. Отлично. Теперь этот у нас, да. Потихоньку прокачиваемся. Опыта, по идее, должны сейчас давать больше, но... Тоже, видите. Приходится чем-то жертвовать. В данном случае я жертвую деньгами. Хотя смотаться проблем я никаких не вижу. Продать все барахло. Так, а тут еще есть, оказывается, не особо богатые работнички. И, по-моему, меня здесь не было. Значит, кто-то до меня прошерстил их карманы. Опыта, конечно, немного, но тем не менее. Тут еще копеечку кое-какую у нас собираем. У меня уже две тысячи монет есть. Планирую я отсюда выйти, конечно, ну, как минимум, чтобы у меня тысяч пять было для начала. Так, рабочий, ты это не спеши. А у тебя все равно ничего нету. Наверное, те, кто без башмаков, ходят их грабить вообще смысла нету. Да, жаль, нельзя башмаки снимать. Это своеобразные пометки. Служил, а кого я уже градал, а кого нет. Это просто к каждому подходить. У кого-то чего-то нету, у кого-то что-то есть. Ну, эти башмаки я с него снять не могу. Пока только чистый опыт. Так, 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 а это у нас путь к свободе, насколько я вижу. Братан, с тобой мы еще, по-моему, не разговаривали, да? Ну, уже хреново не знает. Может, просто у него ничего нету. Так, здесь я посетил пара. Либо я не могу украсть, либо... Ну, да, как бы не могу. Ну, ладно. Так, соответственно, думаю, может быть, как-то покомпактнее упаковать это все дело. Фара. Что ты мне можешь сказать, фара? Слышь, земля, тебе здесь на промзоне вообще-то нравится? Будешь тут всю жизнь мариноваться? Или хочешь мир посмотреть, себя показать, серьезными делами заняться? Тут многие говорят, удрать хотели. Кто под копыры, кто через стену ночью лез. Насколько я знаю, сейчас все они уже мечтают сбежать из ада в рай. А способ, тем не менее, имеется. Причем такой, о котором не подозревает никто. Видишь аэроплан, возле которого мы стоим? Он специально брезентом накрыт, чтоб с орбиты было не различить, что это такое. Нам его заказали люди из северного города, чтоб следили за арийцами, которые живут на юге. Но как-то он им не пригодился. Думаю, просто боятся, что на станции увидят и разбомбят все к чертям собачьим. Так и стоит вот чудо-юдо у нас зачехленное, а я его охраняю. Работу доложу тебе не из самых радостных. А больше мне ничего доверять не хотят, сволочи. Знаешь, что я лучше их справляюсь, да это что-то потесню. Приходится тут куковать. Ну да ничего, я ему родом ответку придумал достойную. Я без этой кодлы как-нибудь обойдусь. Обойдется ли не без меня, это вопрос. Действительно. Ну ты давай излагай подробно. Заинтересовал. Все просто. В аэроплане не хватает ровно одной детали, стоп-крана. Его специально гумер вынул, чтоб на аэроплане невозможно было скорость уменьшить. Так мне сказал человек, который как-то лично собирал аэроплан. Его зовут Тугрик. Мы с ним хотели удрать вместе, он заштурвал, а моя в бомболюке. С моей помощью Тугрик ночью пробрался в цех и сделал новый стоп-кран. Мы уже собирались устанавливать его на машину и улетать. А тут моему другу Тугрику внезапно ударило в голову моча. И он захотел, чтоб я достал ему автомат. Мол, у меня есть автомат, и у Тугрика должен быть. Значит, Тугрик боится, что я его убью, когда мы убежим. И вообще, он, дескать, ни охраннику не очень-то доверяет. Короче говоря, все наши наполеоновские планы расстроились, потому что второго автомата у меня, конечно же, нет, и бег не может. Мне и мой собственный-то в ремонте. Встаю тут, как дурак с одной дубинкой. Чего ты от меня-то хочешь? Пилот-истребитель. Чтоб я на тебя не стукнул, или что? Стучать пока не наш. Кто ж тебе поверит? Чтоб Кану Тугрика в надежном месте препятствовать найти его не сможет никто. Даже я не знаю, где тайничок. А это единственная улика, других нет. Зато если стукну, шанса убежать уже не будет. За этими заборами и состаришься. Скажи конкретно, что она делает. Угрик живет неподалеку, в бараке для рабочих. Надо пойти к нему разузнать, держи деталь для аэроплана. Подвеночка, я тебя опасаюсь, а с тобой за компанию посолить не будет. Предлагаю, выдвинемся прямо сейчас, может даже и без драки обойдемся. Ну, конечно, это хуйня, ну ладно. Ну, че, пошли. Пообщаемся с твоим рукастным поддельничком. Держись, а окурик, что ты, ну? Сейчас будем тебя жизнью учить. Ну, че, тугрик, вот и твой автомат прибыл, осталось только забрать. Да у него еще и задница отличная. Молодец, фара! Долгоёбы, бля! Ничего вас жизнь не учит, да? Попробуем, кстати, автомат в деле. Просто мне очень-очень интересно. сейчас я как раз эвентарь освобожу. Вот так немножко подмутаемся, потому что это будет долго, а автомат мне попробовать хочется уже сейчас. неужели тебе места не хватает? Вот так. Посмотрим, патронов, насколько он не платит. Ну да, с автомата посолить не будет. осечка, потому что навык владения не уйдет. Так просто побыстрее будет с моим непрокаченным некомпачным боем. Это бесполезно, брата. Только сколько у меня патронов? Либо их девять, либо они бесконечные. Ну да ладно, тем не менее у меня есть автомат. Тесак, да? Тесак. Вот может даже посолиднее кирки будет. Сколько у него? 7,14? Вот это 8,14, да? Минимальная сила 5 нужна. Ну, отношения зато плюс 1, да? Ну, что, я думаю, тесак я все-таки возьму. Фара, что у тебя интересного есть? Ключ фары. Не знаю, что у него там есть. Ну, давайте осмотримся. Возможно, какой-то тайничок где-то есть. так, 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 так. Ну, наверное, от этого сундука. Ну, ничего особо ценного нет. Продать, конечно, можно барыши подсобирать, но почему-то желания у меня сейчас заниматься этим нет. А, от двери ключ, понятно. Ну, может, я бы без ключа открыл, я не знаю. Надо было попробовать. Так, 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 а ты солидный парень, я погляжу. Шваброй ходишь. Красавчик. Еще один рабочий. Стой, 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 бля, кабан, это идиот, ладно. Понятно дело, что не смог ничего украсть. Ловкость рук мне, видать, не поможет здесь, охранников грабить, но в городе с этим проблем не будет, правда, надо будет очень серьезно качать ловкость. Я пропорцию не знаю, поэтому, возможно, персонаж будет у меня запоротый, но будь, что будет. Так, рабочие трудятся в поте лица с кувалдами. Кувалда полезное оружие, но нападать на кого-то это значит обретать себя. на пожизненные мучения. Людоеда меня, конечно, не скормят, но все равно как-то неприятно будет. Меня убьет просто коссена. Эти-то придурки мне ничего сделать не смогут. Сколько у меня хп. Да, 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 я тебя тоже приветствую. 144 жизни, ни хрена себе такого кабана пробить. Я слишком толстый для этих инвеков. Плюс у меня хилок, вы посмотрите, целый боезапас. А у этого придурка ничего нет. ну ладно, ладно, может ты окажешься побогаче. О, блядская ты гуталинная кожа. Давай останавливайся уже. Вот так, молодец. Это хорошо, что вы рельсы прокладываете, мне они очень пригодятся в будущем. Да, 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 я тебя приветствую, уважаемый, я тебя приветствую. Даже я бы сказал категорически приветствую, только ты постой на одном месте, чтобы я убедился, что у тебя хоть что-нибудь есть, и оказывается, что есть. Так, отсюда мы прибыли, почти всех уже воровали, что у нас тут еще есть? А есть у нас собственно ничего, да? Задание мы основное выполнили, можно попробовать еще поговорить с этими рабочими, потому что я уверен, что до них моя легкая рука не доходила. Конечно, я бы тоже прокачал рукопашный бой, чтобы долго не париться, но очень хочется весь город ограбить. Чем раньше, тем лучше. Но там опытно фармин, это вопрос времени, а боевые навыки для начала пригодятся, потому что раз